Девушки отдыхают 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 во времена моей молодости только в городке было 4 тысячи вот а мастеров три с мире 71 человек причем имя мастера я получил звание мастера я получил от генрия хасаулыч аль шулера автора теории решения изобретательских задач о нем немножко скажу последний день его жизни он умер составляя список мастеров три с будущих чем я занимаюсь последние 20 с лишним лет я преподаю теории решения изобретательских задач на самых разных уровнях от школьников ну скажем так до докторов наук академиков еще не было я тренирую преподавателей 3 я разрабатываю собственные методики на 3 авторских методики и бизнес-консультант и энергоаудитор а вот свободное от работы время которое пытаюсь вырвать летом к правилу последнее время такого таких периодов у меня очень мало много работы вот последняя научная работа наша я работал в институте сибирском не энергетики была начата 1985 году после аварии когда в ракету на мысе карамин канавера уже с астронавтом из четырьмя ударила молния а поскольку я занимался высоковольтной техникой на нашему институту поручили разработать ну хотя бы узнать или какие-то идеи предложить для защиты ну таких космических аппаратов и вообще высоких объектов но молния это такая вещь непредсказуемая достаточно просто потому что нет нормальной теории не было точнее было около 40 разных гипотез которые в каких-то частях работали в каких-то нет физики вообще в науке это часто бывает а вместе слепить картинку и чтобы работала никак не получалось ни у нас не у зарубежных специалистов справа вы видите картинку это останкинская телебашня которая сработала как нормальный хороший громоотвод который изобрел как известно ломоносов успешно применял и так далее но молния она такая хитрая вещь что иногда разряд идет например вот так он не попал в молнии отвод которые там есть на самом верху на высоте пятьсот пятьдесят метров а ударил почему-то в ресторан мы с вами лучше защищены от этого вот бывают и такие ситуации весьма неприятные было несколько крушений больших лайнеров военных самолетов из-за того что попадала молния летящий самолет но на наше счастье у нас благодаря усилиям юрия николаевича вершинина он был у нас директором доктор профессор член кор академии наук после того как он отсюда уехал он был президентом уральского отделения академии наук благодаря его стараниям мы заполучили немецкий генератор 30 метров высотой 12 метров диаметром и на нее видно 12 миллионов вольт самая слабенькая молния это 50 миллионов но как-то можно было бы смоделировать и нам это удалось обратите внимание стоит генератор вот этот самый на расстоянии 300 метров стоит опора линии лет 1550 киловольт то есть миллион 150 и мы заставили молнию лететь по прямой вот как мы этого добились подумайте пока я буду рассказывать про трис а потом я скажу ответ я надеюсь что он вас поразит а вот американцы японцы применяют вот такие штуки они просто стреляют в облако противотанковым управляемым снарядом за которым тащится проводок этот снаряд служит громоотводом очень дорого опасно потому что ну молния может попасть в оператора там выжить и угодно и так далее вот так без затратки как вы понимаете да зачем я здесь на самом деле моя основная цель сегодняшнего визита да и вообще по жизни распространение идеи методов 3 я открытый человек мне интересует новые знакомства контакты если будут новые задачи и обратная связь от профессионалов от вас с тем чтобы отточить методы ну хотя бы подачи презентации у меня много интересов всяких разных но самое главное моя мое хобби это решать чужие задачи это производственные задачи чаще всего потому что за них довольно хорошо платят последнее время не только в россии но и в штатах в корее очень хорошо в японии начинают понимать в китае и так далее очень люблю природу фотографировать люблю люблю собак а теперь давайте поближе уже к нашей теме почему так сложно решать научно-исследовательские задачи творческие задачи любые другие задачи где мы не знаем методов решения просто потому что мы с самого детства привыкли работать искать решения методом проб и ошибок мы просто перебираем варианты выглядит это примерно вот так есть достаточно размытая какая-то задача мы называем ее изобретательская ситуация когда вообще непонятно что происходит или что делать и мы по привычке начинаем перебирать вариант 1 2 много в конце концов ну просто надоедает чаще всего психологически насколько можно там месяц два ночей не спать перебирать литературу в интернете и так далее и выбирается вариант который кажется более менее но цвет в конце тоннеля грубо говоря да мы идем в эту сторону и там начинается то же самое только на другом немножко уровне в других как бы стартовых условиях что будет дальше мы поперек опять по перебираем варианты опять выберем какое-то другое направление или шеф скажет доктор профессор зав лап или зав институтом насколько можно сколько вы времени потратили сколько денег сколько усилий давайте уже что-то выберем и волонтаристки чаще всего говорит сделаем так начинается следующий путь вообще в конце концов это либо надоедает либо принимается какой-то недоделанный недоношенный мы называем это не идеальный вариант решения и вот я перехожу к автору теории решения дверцайских задач генрих аль шулер что сделал этот человек вот генрих будучи 20 лет от роду представьте себе молодой ну амбициозный весьма человек поставил себе задачу найти язык развития техники найти язык язык для изобретателей чтобы можно было изобретателям всего мира говорить на одном языке что он сделал вообще говоря я слежу за развитием стоит за историей развития техники науки но такого прецедента я не знаю если кто-то из вас знает что-то такое прошу мне рассказать потом он проанализировал просто все изобретения советского союза на 1946 год их было около 100 тысяч все подряд он просмотрел можете представить такой труд за два года он просмотрел все изобретения советского союза от канализации до космонавтики все что было подряд первой его заслугой я считаю как бывший ученый науки скажем так у то что он вел классификацию изобретений видно тут о чем речь идет изобретение обычно состоит из какого-то прототипа а в будущем это будет либо зонтичный патент ли в линейках каких-то изобретений инженер первый уровень изобретения по альшулеру инженерная задача одна профессия и совершенствование одной технической системы тс технической системы то есть узкая задачка там заточить резец по-новому все инженерная задача которая в общем-то не требует особых каких-то знаний требует упорства нет некого минимума инженерных знаний не максимума минимума второй уровень на техническая задача одна отрасль техники распространение в смежные отрасли между области значит в будущем это превратится в какую-то инфраструктуру развития техник допустим мы изобрели новый заточной станок и затачиваем теперь не только токарные резцы а и фрезерные фрезы пилы там сверла что хотите вот это будет второй уровень третий уровень техническая задача одна отрасль техники распространение в смежные отрасли техники допустим новый способ металлообработки распространяется куда-нибудь ну не знаю строительство или там в авиацию вот это будет третий уровень четвертый уровень изобретательская задача для решения которой нужно знать несколько наук или притянуть знания или притянуть экспертов проанализировать и совместить эти знания как вы понимаете на этом уровне рождаются из биологии и физики рождается биофизика из физики и химии физхимия и так далее это четвертый уровень и пятый уровень открывательские задачи когда открываются новые законы развития техники или какие-то другие естественно научные законы не обязательно конечно естественно научно это могут быть социальные законы какие-то и так далее вот представьте ситуацию что мы теперь владеем как бы методом оценить изобретение и посмотрите что получается по статистике статистика проведена нашими коллегами из америки из города детройта изобретение первого уровня в патентном фонде это примерно пять лет назад 63 68 3 десятых процента то есть большая часть это вообще не изобретение это инженерная работа уровень 2 27 1 десятая процента третий уровень всего 4 3 десятых процентов четвертый уровень 0 24 процента пятый уровень открывательский 006 вот четвертый пятый уровень это научно-исследовательская работа это наша с вами работа и посмотрите какая у нее эффективность и почему ниже оси x представлено число проб и ошибок которые надо сделать чтобы получить такое изобретение на первом уровне это до десятка обычные инженерные знания один вариант второй третий пятый десятый сработало на втором уровне уже сложнее то есть конструктору или там изобретателю нужно знать не только свой токарный станок но и как фрезерный устроен немножко другие разные вещи третий уровень это уже сотни проб и ошибок четвертый тысячи десятки тысяч пятый уровень это уже сотни тысяч и миллионы понятно что если мы на каждую пробу возьмем там 10 минут то изобретение пятого уровня сделать жизни может и не хватить что часто бывало в истории науки и техники еще что показал аль шулер он показал что если мы делаем какое-то техническое решение вот нижняя трочка какой-то второго уровня допустим сделали изобретение очень часто люди начинают пытаться его внедрить всеми силами я встречал за свою двадцатилетнюю тризовскую работу ну не один десяток людей которые что-то небольшое изобрели и пытались это внедрить здесь городке был человек я не помню его фамилию он изобрел прекрасный озона то есть для воды для очистки воды вместо хлора который сейчас применяется можно применять озон было эффективно и так далее небольшой бытовой он 20 лет его внедрял он убил все пороги вне гп комитет по науки здесь в стараниях тогда сани и так далее и так и умер не внедрив ничего я с ним когда разговариваю скажите пожалуйста вот вы внедряете бытовой понятно сделайте промышленный другой уровень понятно другой уровень разработки да здесь очень часто не срабатывает эффект подобия седова помните да что здесь работает в цистерне не работает уже этот человек просто не решился по одной простой причине надо было решать другие задачи десятки новых творческих задач а он не умел у него был какой-то свой принцип вот он нашел одно изобретение ради бога на самом деле если бы он пошел выше и бы это как раз показывает непростая картинка из биографии десятков пожалуй нет трех сотен биографии авторских автобиографии биографии описаний жизнеописаний людей которые какой-то значимый след в истории человечества оставили это такие изобретатели как например циолковский первый уровень помните что он изобрел что он хотел изобрести металлический дирижабль всего-навсего есть они сейчас навалом фольговые из фольги алюминиевой фольги пожалуйста делаются но он не остановился когда понял что этого пока невозможно сделать не было таких материалов он пошел выше и начал решать задачу как управлять дирижаблем пришел к идее реактивного движения проработал ее формула циолковского любой реактивщик ее знает да но он и на этом не остановился он пошел еще выше и решал задачу распространение человечества на всю вселенную помните его задача была такая человечество рождено на земле земля колыбель человечеством они не так не обязаны всю жизнь жить в колыбели замечательных правы но обратите внимание если на первом уровне надо решить десяток задач на втором уровне несколько задач второго уровня которые распадаются на десятки первого уровня получается сотни задач первого уровня а если нет методики если нет алгоритма если нет навыка но знание умение навыков как говорят педагоги да то это бесполезно будете убиться в стену результата не будет а уж я не говорю выходе на 3 вот эта стратегия движения вверх творческой личности последняя работа генриха так и называется жизненная стратегия творческой личности что же он сделал вот с этими 100 тысячами изобретений которые проанализировал во первых он отбросил те которые ему просто не понравились 60 тысяч не понравилось однажды я в доме ученых на клубе межнаучных контактов вот эту картинку показал и один товарищ ученый не знаю корреспондент насколько я помню мне сказал спросил а какой он имел право вообще вот так делить на что я ответа значит спросила за человек а у вас сколько изобретений он в годах ну понятно что у нас с инкорами молодыми редко кто бывает вот он сказал 20 альшулеров 20 лет было 26 да кто имеет больше права оценивать изобретение академик там член корр или реальный изобретатель который сам изобретает еще хочет у других научить дискуссия прекратилась на этом так вот из этих 40 тысяч он просто взял и всем изобретением расставил оценки один два три четыре пять уровне изобретений разложил их на тройку сорок шестом году было 14 тысяч на четверку 22 тысячи и на пятерку меньше тысячи то есть картинка если вы вспомните вот эту кривую да с методом профоршивок она усугубилась здесь было 1000 на 40 тысяч а там 006 процент сейчас наше время ну или близкое к нам время но что получилось в итоге в итоге получилось что анализируя вот этот большой массив информации ценной достаточно уже он выявил что для того чтобы тех что чтобы правильно сформулировать задачу исследования или изобретательскую задачу надо сформулировать задачу как противоречие хочу но мне мешает хочу увеличить дальность самолета а баков ограниченное число да там сколько-то тонн горючего и вокруг земли мы не облетим вот она противоречия хочу мне мешает и это сразу на помогло ему сделать еще не один десяток изобретений за несколько дней может быть месяц дальше оказалось его удивлению и все удивляются я удивился когда услышал что существуют некие приемы разрешения противоречия оказалось что самих противоречий не так то и много и они одинаковые в канализации у шахтеров у космонавтов у металлообработчиков у машиностроителей одинаковые противоречия вот это меня поразило я уже был кандидатом наук за в группой небольшой закрытом институте правда вот я не мог понять как это так дядя вася сантехник решает задачу также как я кандидат наук там или как там целковский а это так оказалось это статистика против нее не попрешь и в пятьдесят шестом году было что интересно вопросах психологии опубликована первая работа и в ней упоминался идеальный конечный результат и кр перед тем как формулировать противоречия имеет смысл поставить себе идеальную задачу а что будет если идеально максимум эффекта при минимуме затрат вот это и есть идеальный конечный результат я попал дальше поподробнее расскажу вот и тогда мы уже можем идя к этому идеальному конечному результату четче сформулировать противоречия понятна логика она простая сначала ставим недостижимую может быть цель как прийти на полярную звезду никогда не дойдем но она показывает правильное направление и кр это полярная звезда для изобретателя для научного работника в том числе конечно и уже в семидесятом году впервые были опубликованы законы развития технических систем их оказалось всего 8 и представьте ситуацию что вы знаете эти законы знаете куда идет или как должно быть и вам не надо пустые пробы ошибки сейчас я про это про иллюстрирую все та же исходная ситуация что надо делать такой ситуации первое ввести координаты время и какой-то параметр но я условно назвал его эффективность в каждой науке это свой параметр в каждой отрасли техники это свой параметр в авиации это там мощный двигатель на килограмм веса например удельные параметры какие-то ну скажем механики это кпд в экономике это там рентабельность ну что то такое что можно оценить но вместо того чтобы браться и решать задачу как тут сказали трясти надо не надо этого делать а альшулер показал что надо ввести координаты неопределенность сразу резко уменьшится согласитесь есть ситуации которые описываются десятками параметров в экономике меньше чем 30 параметров вообще использовать нельзя это будет не объективные показатели мы по использовали советском союзе и бам строили целину осваивали пятилетки ни одной не выполнили как выяснилось недавно и так далее вот потому что оценивалось не по полной сумме как бы показатель и так у нас получится маленькое облачко не такой уж и маленькой поменьше так вот мы рассматриваем ситуацию здесь и сейчас нам поставили задачу руководство жизнь там не знаю вы сами себе поставили задачу так вот для того чтобы прыгнуть вперед далеко надо отступить назад и разбежаться представьте себе да я вот с места могу прыгнуть ну сколько я там но не буду сейчас конечно девчонками но если я разбегу метров пять все равно дальше уличу чем с места мысль очень простой и мы анализируем прошлое откуда взялась наша система мы увидим что до триза да и люди которые триз не знали ну или просто работали методом проб и ошибок они методом проб и ошибок искали решение верно другого то нету озарение все и там это все от лукавого на самом деле это просто большой титанический труд перебирать варианты причем неизвестно сколько их будет как их оценивать раз эффективности нет как оценивать эти люди бились над задачей многие годы и почему-то выбрали вот такое решение куда стрелка показывает а теперь к вам вопрос в каком направлении мне дальше искать надо ли мне идти назад надо ли мне прыгать вверх и не дай бог опускаться вниз верно система сама туда развивается представим себе что внутри системы есть некий ген развития и он работает мы вот кормим даем ресурсы до обучаем развиваем там на систему строим инфраструктуру для развития этой системы она развивается она идет в направлении идеального конечного результата анализ сотен уже от сам альшуллер 40 систем проанализировал я лично 4 наши наши коллеги но не одну сотню если взять по всему миру и всегда вектор развития техники идет направлении повышения идеальности максимум эффекта при минимуме затрат таким образом пустые пробы ошибки понятно что будет какой-то ну как бы где искать там тоже есть неопределенность вот с ней то и будем дальше бороться здесь представлена схема которую альшуллер назвал девяти экранная схема талантливого мышления в чем суть мы берем систему раскладываем ее на составляющей части под система он назвал смотрим куда она включена над системы потом не решаем задачи не прыгаем вперед не прогнозируем ничего не планируем а идем назад и смотрим а какой система была раньше что изменилось что изменилось качественно что изменилось количественно какие изменения на системе получились какая инфраструктура была какая стала, какие были подсистемы, какие они сегодня. И мы, анализируя информацию на твердых носителях, обратите внимание, что в прошлом, описание развития технических систем, патенты, учебники, монографии и так далее, и так далее, и так далее, на твердых носителях, никто не придумывает из головы, как в психологии часто бывает, или в экономике. И тогда мы можем делать осознанный, осмысленный прогноз, который с большой степенью вероятности будет реализован. Вот так надо делать стратегические планы развития, не только каких-то железок, а и организаций, предприятий, политических партий, к примеру, регионов и так далее, и так далее. К сожалению, этого не делается. Выходит человек и говорит, давайте будем заниматься модернизацией всей страной, инновациями, нанотехнологиями, ну, не будем и грустно. Но смысл вы поняли. Обратите внимание, что в центр мы можем поставить любую систему. Систему образования, пожалуйста. Из чего состоит, куда включена, что было, какие тенденции у нас, какие тенденции в мире, в над системе. И мы нащупаем этой тенденции. И эта тенденция четко видна на самом деле. Все большее обучение детей творчеству. Не знанием, сумме знаний, которые, черт его знает, какие, кто их придумал, да, и зачем ему в голову вложили. А управление этими знаниями, генерация этих знаний самим ребенком. Хочу маленький пример вам показать, что дает системный подход. Вот система автомобиля. Господин Бенц поставил на телегу двигатель и поехал. Управлял вазжами. Руля еще не изобрели. Колеса были, как у телеги, с железным ободом. Ну, это подсистема, да. И так далее, и так далее. Вот оно развивалось. Пока замечательный изобретатель в бизнесе, не в технике, а в организации производства и в бизнесе Генри Форд не сделал из этого конвейер, из этого продукта, поставил точнее его на конвейер, поставив ИКР. Каждой американской семье по автомобилю. Каждой американской семье по домику. Каждой американской семье, каждому рабочему, доллар в час. И это реализовано. Побывайте в Америке. Одноэтажная Америка, нельзя говориться. Но, обратите внимание, он все свои средства, которые получал, всю прибыль, вкладывал в развитие автомобиля. Самого. Концепцию там. И так далее, и так далее, и так далее. Есть подсистемы. Двигатель, бензин, колеса. Не все. Вот так показывают для примера. И когда несколько неглупых ребят, американских миллионеров, увидели, что появляется новый массовый товар, ему нужна будет инфраструктура, ему нужно будет массовое производство двигателей, машиностроение надо поднимать, а не автомобилестроение. Без танков автомобиль не сделаешь. И появилась новая отрасль, которой не было до Форда. Практически это были разнорозненные мастерские. Кто-то где-то как-то делал моторы. Моторостроение. Появилась нефтепереработка и нефтедобыча. И появилось две целых над одной подсистемой. Две. Резиновая промышленность, потому что колеса нужны были. И сеть автодорог. Я боюсь соврать, но по-моему нефтепереработкой занимался Рокфеллер. Он когда учуял вот эту тенденцию, туда система идет, да, вот тот вектор, куда развивается. Он, во-первых, скупил все нефтепромыслы, которые были в США. Вложил деньги в поисковые работы геологические. Разведали множество месторождений. Стал заниматься нефтепереработкой. Построил новые заводы, которых не было. Не было такой задачи. И заработал больше, чем Форда. Другой человек, Дюпон. Вложился в нефтепереработку, в нефтехимию, в производство резины. Более того, он взял просто карту США. Провел прямые линии между большими городами. И скупил эти узкие полоски земли за бесценок. Это же степи, там саванны, там какие-то эти самые. Через 10 лет, когда автомобилей стало слишком много, понадобились дороги межгородские, междугородние сообщения. Правительство берет карту, рисует эту самую прямую линию. А земля-то у Роткфеллера. Понятно, что он заработал на этом в разы больше, чем Форда. И так далее. Вот это системный подход. Люди не знали никакого криза. И без криза можно работать. Подходите хотя бы системно к своим задачам. И заработаете больше, чем Форда. Кроме того, системный оператор помогает избежать психологическую инерцию. Инерция терминов – это отдельная тема. Ей большой кусок посвящен, особенно с детьми, когда мы работаем. Терминов, привычных каких-то воззрений, стереотипов и так далее. Вот сколько линий на рисунке? Три-четыре говорят, а он восемь говорят. Кто больше? А что такое линия? Правильно замечание, молодой человек. Это то, что имеет начало и конец. Ну тогда вроде бы две. На самом деле три, конечно. Потому что начало и конец имеют обе эти две линии. И между ними черная линия тоже имеет начало и конец. Границы рисунка? Нет. Нет. А, ну вы меня уели, конечно. Согласен. Можно и так, конечно. Ну видите, но не две, да? Как минимум. Покажи любому, как бы. Если бы я не подвел вас так немножечко к этому. Наверное, бы просто сказали две и все. Нет, нет, нет. Он бесконечный. Итак, что дальше сделал Альшулер? Я забыл сказать, по-моему, когда слайд был, что он противоречия, да, что приемы, а, сказал, да, 6 приемов противоречия, разрешения противоречий. Через несколько лет он нашел, что их около 40-40. Он там на входе, вы, наверное, проскочили мимо, висит таблица Альшулера, где по оси Y, что я хочу улучшить, по оси X, что при этом ухудшится или мешает, хочу, но мне мешает. А на пересечении написано, что делать в такой ситуации. По моему опыту, 90 примерно, 85-90% задач решаются с помощью этой таблицы. Когда наши куда-нибудь эмигрируют, там, в Штаты, в Германию, в Австрию, во Францию, они первые, что приходят к какой-нибудь вуз и говорят, мы можем научить, изобретать. И вот этой таблицей пользуются. Она устроена вот таким образом. Значит, получается там 40 приемов разрешения противоречий. Ну вот несколько, самый первый прием, принцип дробления называется. Есть противоречия. В часы пик надо перевозить очень много людей. Автобус должен быть большим. Но тогда в узких улочках Риги или там где-нибудь, где у нас еще тесные города, там, в Европе, он просто не повернет, не сможет вписаться в поворот. Принцип раздробления – раздробить на два, сделать гибкую связь. И, пожалуйста, автобусы и карус у нас очень давно ездили, сейчас троллейбусы ездят и так далее, и так далее. Цепь надо, чтобы было подвижное, динамичное и очень прочное. Противоречивое требование. Разрешается таким образом. Такая цепь, такая цепь. Обычная кованая цепь. Цепь передач или вот такая цепь, как у меня на руке. И у многих из вас, наверное, браслеты такие же. Прочный, но гибкий. По руке сделано. Это дробление как бы какого-то объекта поперек. Браслет цельный, металлический. Мы поперек раздробили, получили гибкость, получили согласование формы. Один из законов развития техники, кстати. Можем раздробить вдоль. И получим трос. Нагрузка, чтобы разорвать трос, полтора раза выше, чем у стержня того же диаметра. В полтора раза. А если сделать еще хитрости всякие там попридумывать, то и в два раза можно достичь. Принцип дробления применяется не только вот чисто в технике. Вот непонятная картинка с молодым человеком, у которого чего-то на очках. Видите, такой небольшой. У него там монитор. То есть он смотрит на экран и параллельно видит еще значение, там цифры или цвет, допустим, меняется. Это для операторов сложных систем управления. Нормально, хорошее решение. В ТРИС это называется переход макро-микро. Генрих, макро-микро-нано. Про это я еще скажу. Есть замечательный пример. Вернее, принцип разрешения противоречий, принцип универсальности. Я еду в командировку, мне надо в небольшом объеме, там вилку, ложку, штопор, естественно, шило, еще чего-то. И вот нож показан швейцарского офицера. 11 функций. В малом объеме. Мне часто говорят, особенно женщины, ну это же неудобно, там, ну правда неудобно. Булку хлеба маленьким вот таким лезвием резать неудобно. Но в командировке, а что делать? Не откусывать же там при всем народе от булки, да? А дома у меня, у жены, 12 зеленгеновских ножей, для хлеба, для мяса, там, какие хотите. Здесь и сейчас решается задача, решается принцип универсальности. Внизу покажен нож русского офицера. Ребята мне, слушателей в Иркутске подарили. Дальше. Помните, я говорил про идеальный конечный результат? Идеальность ТРИС. С помощью вот этих девяти экранов Генрих проанализировал, ну я говорил уже, около 40 систем технических. Велосипед, часы, там такие простенькие. Я, идя по его стопам и готовя презентации для слушателей своих многочисленных семинаров, напоролся на такую вещь. Если я рассказываю металлургам о том, как развивалась доменная печь, они начинают меня поправлять всяко там, что я что-то ошибся, я могу ошибаться. Не факт, что я в металлургии быстро разобрался за пять дней до семинара. Поэтому я взял пример, который знают все. Развитие носителей информации. Как говорят археологи и палеонтологи даже, историки, первым носителем информации были скалы. Какие-то плоские участки скал, утесов. Потому что информация была единственная на скальный рисунок. Та, которая дошла до нас, имейте в виду. Понятно, что была звуковая информация и так далее. Письменности не было никакой. Давайте оценим, сколько бит в современном термине занимает рисунок и какая скала. Ну, то есть это десятки или сотни тонн, носитель такой. Очень неудобный, его не скопируешь, не перенесешь никуда. Следующее. Древний человек случайно совершенно обнаружил, что когда он голой пяткой наступил в глину, а потом она попала в костер, она становится твердой. Просла, наверное, не один десяток лет, прежде чем появилась клинопись. То есть специально подготовленные таблички, полужидкая глина, ну такая вязкая, пластилин, да. На ней наносятся рисунки, графики, таблицы, тексты, что хотите. И это обжигается. Размеры намного меньше. Ну, кто был в Эрмитаже, видели, наверное, примерно 50 на 60 сантиметров. Толщина примерно 3-4 сантиметра. Тяжеленькие такие. Но можно копировать, можно передавать, можно переносить. Появляется первая библиотека вот из таких пластинок. Дальше вы уже поняли, что произошло. Берестана Руси, папирус в Египте, бумага в Китае. И носитель становится совсем маленьким, легким, удобным и так далее. Параллельно развиваются чернила, разные цветные туши и так далее. Китайские и прочие дела. Следующий шаг. Один, два, много. Моносистема, бисистема, полисистема. Линия развития систем вообще, технических в частности. Один свиток, два свитка, три свитка, книга. Дальше. Подсказывайте, кто знает. Все знают. В конце 40-х, начале 50-х годов появилась машинная обработка информации. Перфоленты, перфокарты и прочее. Появилась возможность кодировать в электрические сигналы, передавать на расстояние, использовать как управление и так далее. Дальше. Магнитная запись. Что можно сказать? Уменьшается размер носителя информации. Если раньше это был знак или дырочка в перфокарте размером 1 на 2 миллиметра, то теперь это магнитный домен, это микроны. Десятки микрон. Следующий шаг. Вещества, дискеты. Потом лазерные оптические диски. Сначала 750 мегабайт, потом 4 гига, сейчас 9. И тенденция к увеличению. И, наконец-то, вот флешка, с которой я сюда пришел. Какие тенденции можете отследить? Уменьшение носителя, увеличение качества, удобство пользования, копирование, передача на расстояние, редактирование. Вы понимаете, да? То есть то, что нам надо, та польза, которую мы хотим извлечь из этого. И при этом уменьшается все, чем мы за это платим. Есть подводный камень, есть противоречия. Потому что я лично флешку не отремонтирую, да? Ее просто выкинуть придется. Нужна инфраструктура, нужен интернет, нужны сервера. Нужно производство этих оптических дисков, флешек, компьютеров, в конце концов. И пошло, пошло, поехало. Но это все гармонично относительно развивается, потому что, как бы, вот в этой области инженеры отслеживают тренды. Закон Мура, удвоение носителей всяких разных там или контактов на плате, или в камне, как это называется, в процессоре, да? Каждые 18 месяцев в два раза до сих пор соблюдается, но точно заткнется. Вот она вам тенденция, о которой так много говорит господин Чубайс. Макро, микро, нано. Это вообще опубликовано в 70-м году. Макро, микро. Генрих не говорил про нано. Он просто говорил, что мы идем вглубь вещества. Этот процесс бесконечный. Электрон не спетерпаем, да? Как говорил Ленин когда-то. Вот. То есть тенденция была давным-давно. В 70-м опубликована. Машина Дрекслера, первая нано-машина, идея, опубликована в 91-м или 2-м, если не ошибаюсь. И только сейчас пошли эти нанотехнологии и так далее. Все предсказуемо на самом деле, если разбираться системно и достаточно глубоко. Про компьютеры даже говорить не буду, просто покажу. Первый ИНИАК, потом БСМ, потом серия ИС, потом персоналка, потом ноутбук, на который у меня, потом наладонник. Опять же, можно проследить те же самые закономерности. Возьмите самолет, возьмите трактор, чего угодно. И вы увидите, что это работает везде. Потому что это стремление к идеальности. Максимум эффекта, применимый затрат. Таким образом, можно какую-то качественную формулу составить. Она, конечно, безразмерная, потому что размеры с ней не совпадут. То есть сумма пользы, отнесенная к сумме вреда или к сумме затрат, должна стремиться к максимуму. Вот оно. Максимум эффекта, применимый затрат. В пределе бесконечности. И так оно и бывает, когда происходят прорывные изобретения. Пример. Американцы прислали. В начале 20 века, в 1900 году, вес танкера был равен весу перевозимой нефти. 50 на 50. В 2000 году танкер весит 2% от общего веса. Дальше. И, используя вот эту идею, несколько лет назад я написал такую формулу. Сумма полезных функций. Вверху. А внизу русские. Русская F. Это функции затрат. А что это такое? Это то, чем мы платим за существование системы. Первое. Вес. Объем. Характерные размеры. Затраты времени. На хранение, производство, транспортировку, переналадку, ремонт и так далее. Энергопотребление. В прошлом году принят закон об энергосбережении. Жалко, что эти люди не знали про идеальность лет 15 назад. S. Это себестоимость. И Q. Процент брака. Всяческие методики снижения себестоимости, функционально-сотомостной анализ, то, что сейчас на слуху бережливое производство японское, линпродакшн, куча американских методик. Все это здесь есть. В этой простой формуле. Повышение качества. Исо 9 тысяч. В общем, всякое такое. Поэтому нам с вами, исследователям, научным работникам, изобретателям, будущим изобретателям, просто надо знать, что мы делаем. Я сделал машину эффективнее, но она больше по размерам и весит в 5 раз больше. Вроде бы я достиг результата. Не идеально. Потому что выиграл в одном, проиграл в другом. Не разрешил противоречия. А идеальный конечный результат как раз дает вот из этого поля поиска, сразу показывает вектор, куда искать, где искать, точнее, куда идти. И часто бывает, техническая задача решается, например, химическим способом, сплошь и рядом. Некоторые задачи измерительные, например, способ утечки газов, определение места утечки газа из магистрального газопровода. В Канаде, знаете, как решен красиво? В газ добавляют меркоптан, как и у нас, чтобы воняло тухлятины. И птицы, эти самые кондоры всякие, которые падалью питаются, начинают кружить над этим местом. Ребята летят на вертолете, ага, вон они, гады, собрались, садятся, а, трещина во шве, все. У нас все по-другому. Но у нас зима, снег там и так далее. Ну, просто говорю, что задачи могут решаться совершенно нестандартными. Никакой механик-инженер, никакой газодинамик вам такого решения не предложил. Такое решение предложит шестиклассник, который немножечко знает рис. Еще хочу обратить внимание. Вот много говорят, вот там иностранные подходы к изобретательству, к техническому творчеству, к развитию техники, технологии и так далее. Вот история показывает, вот с помощью системного оператора можно отследить, что есть два подхода. Замечательный конструктор, наш отечественный, СССРовский, Михаил Кошкин. Он изобрел лучший средний танк Второй мировой войны по оценкам многочисленных экспертов. Т-34. Вес 54, по-моему, тонны, если не ошибаюсь. Скорость до 70 километров. Сколько? 53? Ну ладно. Экипаж 4 человека. Какими принципами он пользовал? Никакого ТРИЗа он не знал, ТРИЗа не было. Вот меня спросили, что русский изобретательный народ, вот это истинная правда. Потому что этот человек задумался, а как сделать максимально простую машину, максимум эффекта при минимуме затрат. Это в неявном виде. И у левши было. Понимаете? Нет, серьезно, если так вот посмотреть. Вот. И когда к нему приходили молодые инженеры по распределению его закрытой ЭКБ на Урале, он их спрашивал, как вы считаете, какая деталь в танке самая лучшая? А как вы считаете? Которая нет. Которая нет. Которая нет. Вы знали ответ. Нет? Вы военный? Ну это ясно. Нет, это ясно из того, что я сказал, наверное. Но видите, ребята задумались почти все. Именно так. Системы нет, а функция выполняется. Если в той формуле все в знаменателе равно нулю, размеров нет, объема нет, веса нет, энергопотребления нет, ничего нет, а функция выполняется. Вот это идеальный конечный результат. Любая неисправность. А, почему хорошо? Почему хороша такая деталь? Ее не надо делать. Ее не надо красить, ее не надо хромировать, отливать, ремонтировать и так далее, и так далее. Ее нет, а функция выполняется. Другой совершенно подход. Очень уважаю немецких инженеров. Всю жизнь уважал. Они много внесли в развитие техники. Автомобиль, часы, телескопы и прочее, и прочее. Классно. Но у них менталитет такой. Они изобретают радиоизобретательства. Вот красивое инженерное решение, красивое техническое решение, по их мнению. Красивое для инженера. Я посмотрю, ну, классно. Можно. Действительно. Но если по формуле идеальности оценить, не проходит. И вот вам пример. Фердинанд Порше в 43-44 году по заказу Гитлера изготовил, по-моему, 10 танков Маус. 200 тонн весом. Пушка жуткая. 6 человек экипаж. А, забыл сказать. Т-34. Любую неисправность могли исправить 2 человека. Гусеницу перебили. 2 человека. 2 танкиста, 2 веселых друга. Могут любую неисправность. Если уж танк совсем в дребезги не разнесло. Представьте отремонтировать Порше. 220 тонн. 200 тонн. Самое интересное. Над систему-то не просчитали. А как этот танк доставить на Курскую дугу? 200 тонн. Современный вагон сколько поднимает? 60. Разобрать, привести, собрать. В полевых, боевых условиях, да? Не смешно получается. Этот танк так за пределы завода и не выехал. Говорят, один в Кубинке есть у нас. Я вот, к сожалению, много лет стремлюсь попасть туда. То есть, есть понятие такой истинной идеальности, да? А есть понятие избыточной идеальности. Идеальность под заказ. Гитлер сказал сделать самую большую пушку. Мы сделали пушку Дора. И что? Ну, выстрелили несколько раз по Лондону. Но стратегически это никакого значения не имело. Точно так же, как и такие танки и такие устройства. Еще один пример. Извините, что военный, но он просто очень доходчивый. Вот смотрите, это очень хорошая, классная машина немецкая. Мистершмитт 109. К середине войны посадочные скорости самолетов достаточно быстро возрастали, конструктора работали, много усовершенствований внесли. С одной стороны. С другой стороны садиться приходилось на неприспособленные аэродромы, на участки прямых дорог и так далее. И поэтому резина шасси очень быстро изнашивалась. Ресурсы Германии уже были как бы на подсосе. Много резины не сделаешь, сырьевая база истощена. Все это надо доставлять туда-сюда, плечо огромное, тысячи километров и так далее. Поэтому немецким конструкторам была поставлена задача решить проблему, чтобы предотвратить износ колес. Ну вот представьте, летит самолет, у него шасси выпустил, колеса неподвижные и он сталкивается на скорости 300 километров в час с землей. Что делать? Любой школьник скажет, что делать. Конечно. Ну не школьник, но спасибо за подсказку. Конечно раскручивает. И они решают эту задачу в лоб, не поставив идеальный конечный результат. Вот эта коробочка здесь вот, маленькая, весит 50 килограмм на одном колесе и на втором колесе. В этой стойке, которая вот идет здесь в колесах, редуктор, это внизу редуктор, а здесь торсионный вал. От маршевого двигателя, боевого истребителя идет отбор мощности на раскрутку колеса. Классно, решена задача? Классно. Это сложная техническая задача. Торсионы применяют не так уж часто наши конструктора, но знают, где применять. Это то самое место. А внизу редуктор. И как его обслуживать в полевых условиях, смазывать и прочее. Но самая беда не в этом. Потеряно 100 килограммов боевого веса истребителя. А истребитель это вооружение. Это пушка, пулемет и так далее. 100 килограммов. Как вы думаете, сколько весит килограмм современного самолета F-15? А, нет, сколько стоит, извините. Среднее 4000 долларов. Среднее. Вот представьте, здесь 100 килограмм, не будем. Какой идеальный конечный результат, скажите мне, пожалуйста. Редуктора нет, а колеса раскручиваются. Системный оператор. Самолет, шасси, скорость 30 километров. Что надо использовать? Чего много и бесплатно, да? У нас на Чкаловском заводе никому не ведомый дядя Вася, слесарь, наклепывал на колеса дюралевые уголки легкие. Половину колеса закрыли легким, опять же, обтекателем. И все. И обслуживание сводилось к тому, что летчику в инструкцию написали за 2 минуты до посадки выпустить шасси. Потому что это минимальное время до раскрутки колеса, до нужной скорости. До какой скорости будет крутизать? До которой летим, да? Все. У нас на Чкаловском заводе сделано. теперь, если применить аналогию к такой нетрадиционной системе, как организация, СУ – это средство устранения. Средство устранения перевешивает нежелательный эффект. Не разрешает противоречия, а перевешивает. Так вот, в организациях очень много таких промежуточных звеньев. Поверьте мне, я прошел более 150 предприятий российских и не только. И всегда есть, вот особенно если новое производство, всегда появляется какой-то редуктор, потому что старое не стыкуется с новым, и нужно вот как-то это согласовать. Это изобретательская задача в области организации производства, не более того. И она решается многими способами. И все эти способы зависят только от ресурсов данного конкретного предприятия. Иногда от законов над системой и так далее. Итак, подводя черту под системным подходом и идеальностью, как мы решаем задачу? Обычно человек, который как бы не знает теорию решения изобретательских задач, он начинает перебирать варианты, натыкается на барьер психологической инерции. Это его знания, стереотипы, прошлый опыт и так далее. Чтобы обезопасить себя, не лезть куда-то в новое, он пользуется тем, что уже хорошо знает. Не факт, что ответ там. Не факт, что грифы летают именно можно использовать грифов. Поэтому на основе вот той таблицы, в которой на самом деле спрятано около 1200 противоречий, стандартных, типичных для техники, мы строим некую модель задачи. На основе уже 3 миллиона изобретений проанализировано, дополнить Альшулера оказалось нечем. Многие пытались, как бы, да не может быть, чтобы один человек столько сделал. Не получается, сделал. Он же сделал модель решения и идеальный конечный результат. Мы формулируем ИКР на старте отсюда, не обращая внимания, что там говорят начальники, что пишут академики, что сказал президент. Наша задача, мы ее решаем. Мы формулируем свой идеальный конечный результат. И потом в модель задачи подставляем свои ресурсы. Что происходит? Воздух и колесо, которое надо раскрутить там, ну или что-то другое. В конкретной задаче все свое, уникальное. Есть модель решения, готовая. За вас уже подумали. Обычно вот этот метод проб и ошибок это вы идете и по лесу мечетесь и ищите решение. А рядом дорога бетонная, шоссе. Надо только его знать. И в модели решения подставляем свои исходные условия. На выходе имеем идею какую-то приближение к ИКРу. Не сам, не всегда сам ИКР получается. Все равно не идеальное решение с раскруткой колеса. Есть расходы дюраля, уголки надо поставить, обтекатель. А было бы идеально, чтобы вообще не было затрат. Часто вот в этом месте возникает некий ступор у народа. Я тоже чувствую, немножко непонятно чего сказал, как это так, модели решения. Мы не умеем моделировать. Мы вас научим. смотрите. В 16 веке проводились рыцарские турниры по решению квадратных уравнений. Можете представить эту красоту? Собирались ученые-мужи, рыцари и решали квадратные уравнения. И способ был единственный метод подстановки, потому что не было оппозиционной системы членения, не было арабского самого всего. И потом никому неведомый монах по имени, по фамилии Виет, сидя в своей келье, написал уравнение. Абстрактное уравнение. Модель задачи АХ квадрат плюс БХ плюс С. Надеюсь, это вы все помните. И он молодец. Вывел формулу Виета. И если мы свои исходные значения А равно 3, Б равно 5 и С равно 2 подставим, мы не минуем и получим ответ. Без всяких подстановок. Это вас не пугает? Никого не пугает? Точно так же и в Тризе. Уверяю, в других подходах, в Линпродакшн, там какую угодно возьмите, там этого просто нет. Там по-другому моделируют задачи. Или не моделируют вообще. Вот и все. Очень сильно зависит от конкретных условий. Вот здесь три задачки. машиностроительные вместе изгиба трубы, стальные шарики, это шарикоподшипниковое производство, разбивают колено. Его приходится менять раз в несколько недель. Вторая задача. При транспортировке зерна то же самое происходит. Зерно твердое съедает колено. И на электростанциях пульпу подают к печи. Влажный уголь начинает прилипать и так далее. Труба забивается. по сути видите, они очень похожие задачи, а ресурсы разные. И решения будут разные. Решение, один из принципов, которые там в таблице висят на входе, называется принцип местного качества. То есть есть какая-то система, давайте в ней в одном нужном нам месте чего-то изменим. Вот простейшие примеры такие, поскольку это презентация универсальная от 6 лет до запенсионного возраста, я привожу простые примеры. Можно найти в любой отрасли техники, где вы сами работаете, точно такие же. Это очень интересное дело, кстати. Дверь для кошки. Всю дверь открывать опасно, грабители залезут там и так далее. Собака убежит, а кошка ходит туда-сюда обратно. Кстати, замечательный анекдот, не знаю, это правда или нет, притча такая, байка, что у Ньютона было две кошки, и он сделал две дверцы. Точно? Была такая история? Но я слышал, по крайней мере. Счастливая линейка, в Америке не любят число 13, местное качество, нету числа 13. Луч прожектора, тапки с подсветкой, изобретение, первоклассницы, которая только начала изучать в городе Красноярске. Ну или местное качество, лобовая броня танка, мужикам понятно, что чаще мы получаем снаряды в лоб, поэтому здесь броня должна быть больше. Также и здесь, давайте сделаем местное качество. Если шарики стальные, поставим магнит, часть шариков прилипнет, и следующие, которые летят, будут бить уже по шарикам, которые раздают энергию, разменивают на большой площади. Труба стоит в десятки раз дольше. В зерновом, видите, сделан карман, туда набивается зерно, и зерно скользит по зерну. Дальше. Или устали. Я думаю, что перейдем к вопросам из зала. Давайте, с удовольствием. Вы знаете, хотелось бы что-то новое для себя. не понял, может быть, тематику сегодняшнего вечера. Это и так понятно, мы все знали. Вы хотели сказать нового. Вы знаете, это сложный вопрос. Нет, почему? Во-первых, может быть, вы и знали, но, как я понял, по отношению к докладу, по вопросам, по ответам, далеко не все знали, что такое это рис и так далее. О чем я говорил. Про идеальность, например. Неужели вы знали формулу идеальности? Это главное во всем том, что вы сказали. Это самое главное слово, идеальный результат. Я в этом смысле большое спасибо за то, что вы не стали размываться, а сказали это главное слово. Но к нему стремятся все, собственно говоря. Неправда. Я думал, ну как. Все же стараются решить эффективно как-то, наиболее эффективно задачу, которая перед ним стоит. Правильно? Кто-то сделать продукт новый, чтобы он был идеальным, положим, по теплофизике, по весам, какой-то конструкционной площади, еще что-то. Это как бы понятно. И как бы человеку, который это делает, не нужно объяснять принципы, которыми он так пользуется. Вот как бы я так думал, что все-таки сегодня вы нам скажете как это сделать оптимально к тому, что он уже знает, положим. Вы же просто систематизируете то, что в принципе и так понятно. И если задача как бы общая сформулирована, она перед всеми стоит так, наиболее эффективно решить методами, которые известны. Может быть что-то вот, ну я так думал, да, может быть кроме анализа и вот такого алгоритма действий положим, да, для изобретателя, да, то есть возьми систему и не отвлекаясь на потустороннее, реши ее оптимально. Вот пользуясь положим вашими схемами. Это да, безусловно, этот плюс у труда у этого есть. А что вот есть, ну допустим, что человек не знает. Я понял ваш вопрос. Вы трижды повторили слово оптимально, которое в тризе не признают вообще. Потому что оптимально это компромисс, это не разрешение противоречия. А отвечая на ваш вопрос, а что же делать конкретно и как, я все-таки покажу немножко дальше, хорошо? Просто все были общие слова, а теперь... Не, ну как бы я планировал это сделать. Я хочу вот такую... У меня несколько здесь есть блоков. Закон развития систем, про который я говорил. Вот те тренды развития техники, о которых нашел Альшулер, которые сейчас развивают его ученики. Я в том числе в этом участвую постоянно и так далее. Замечательная фраза. Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов. Поэтому я, зная немногие принципы ТРИЗовские, совершенно спокойно работаю с металлургами, не знаю, с НИИТО, коленные чашечки там мы помогаем переделать, изобрести и так далее. С любой отраслью науки и техники в принципе. Кроме тех, где в основном либо необъективные законы работают, как в психологии, например, либо волюнтаризм. Вот вы сказали, все знают, что нужно оптимально. Хорошо. Все знают, что нужно было сделать БАМ. Была такая задача поставлена. Оптимально сделали. А Генбегиан проект делал. Заложено было несколько, там, шесть или семь лет и сорок миллиардов рублей. Реально. До сих пор не достроено. Реально затрачено сто двадцать миллиардов и непонятно, и куда это теперь, и что оно, как там живет и так далее. Не учтены противоречия, понимаете? Мало того, что там недоразведаны были. Северомульский тоннель десять лет строили. Представляете? А всю хотели магистрать. То есть, ну, тут другое немножко. Тут уровень экономики страны, там, волюнтаризм, прочие дела. Давайте к железкам поближе. Еще одна фраза Викторий Глюков сказал. Осел, знающий дорогу, стоит большего, чем прорицатель, гадающий наугад. Вот. Мы с вами не ослы, понятно. Мы будем использовать то, что знаем. Вот есть такой тренд. Обнаружено. Развитие рабочих органов систем. Удочка. Мы ловим рыбу в точке, да? Хоп, за губу там судака поймали, вытащили. Больше рыбы надо ловить. Мы располагаем перемет, много крючков в линию. Больше ловим. Еще больше хотим. И таких, и таких сеть поставили. Поверхность не обязательно плоская, да, понятно, любая может быть. И, наконец, объем. Мы вытаскиваем неводом все, что туда попало. Всю рыбу, всех крабов, водорослей, аквалангиста, ну и так далее. Понимаете? Это тренд, неумолимый. Если у вас, в вашей технической системе, взаимодействие каких-то элементов идет в точке, я вам очень рекомендую перевести это в линию, подумать, а это противоречие будет. Вот в чем дело. Все хотят, вы говорили, найти оптимум какой-то, да? А там противоречие возникнет. И оптимального не найдешь, надо разрешать противоречие. Вот тогда будет красивое решение. Понимаете? Следующее. Моносистема, бисистема. Простейший пример. Все помнят фильм про мушкетеров последний, когда они там отстреливаются, сами они вчетвером отстреливаются, а четверо слуг заряжают им следующее ружье, да? Прекрасное решение. Один ствол, два ствола, один приклад, двустволка. Разные калибры можно делать, там и так далее, и так далее. Есть альтернативные системы, гранатометы, там пулеметы и так далее. Но, моно-би-полисистема должна быть. А, тут русский пример еще один. А дальше полисистема. Вот миномет, это одна, один ствол, да? Би-система, там, двуствольный миномет. Ну, таких я не нашел. А сразу сделали наши шестиствольные. Иван Долбаеву немцы звали. А потом сделали Катюшу, 15 стволов. А теперь системоград, 45 стволов. Понимаете? Неумолимый принцип. Есть у вас один какой-то, ну, не знаю, там, орган, там, рабочий орган. Что будет, если их сделать два? Там еще несколько линий получается. Что будет, если вы их не в точке расположите, а по линии, в объеме? Тут знаете, сколько получается вариантов? Но они все будут осмысленные. Они все по трендам. Они все вас продвигают туда, вот к ЭКРу. Ни в линии, ни вниз, ни назад, ни вверх, а именно туда, куда система сама должна развиваться. Вот любимый мой пример. Опасная бритва. У меня отец такой с войны грез из Германии. Зеленгеновская сталь, прекрасно. Где у нее рабочий орган? Вот только режущая кромка, маленькая. Остальное все, ручка и сама, это же все хорошая сталь. Зачем ее столько много, если работаем по линии, да? И замечательное изобретение господина Жилета. Безопасная бритва. Маленькая, тоненькая лиза, с двух сторон, без системы чувствуете, да? Станочек небольшой. И поехали. Значит, ну, Жилета можно было бриться в студенческие годы, ну, наверное, целый семестр. А бритва Нева, ну, с месяц еще кожа была, терпела это дело. Раз я говорю моно-биполе, что должно быть дальше? Ну, сначала появилась одноразовая бритва, во-первых. Расплата меньше, да? Станок теперь маленький совсем, и пластмассовый, из отходов, из бутылок делается, полиэтиленовых, пепа, да? Тоненькая металлическая, заостренная вот эта штучка стоит. А должно би-система появляется потом. С двумя лезвиями. Ну, вы уже скажете сейчас, что должно быть с тремя. МАК-3, пожалуйста. А я шую дальше. Это не маркетинговые разводки, это проект двух тризовцев для фирмы Procter & Gamble 94-го года. Он до сих пор идет. Обратите внимание, они выдавали сначала на рынок однолезвенные, одноразовые, да? Пока рынок не наелся, они не выпускали двухлезвенные. Как только рынок в Китае начали покупать в то время, это 95-й примерно год, тогда они продают этот патент, отдают технологию тем же китайцам или кому угодно. А сами делают двухлезвенные. Оснастки, перемена оснастки минимальная, а рынок огромный. Уже марка, уже... Ну, понятные маркетинговые разводки здесь тоже участвуют, да? Но здесь и законы развития участвуют. Вот они, железно. Два мужика за два дня сели и написали стратегию развития принципного производства Procter & Gamble. Сейчас они там работают. Отдел по обучению 3 с персонала Procter & Gamble. Примерно 200 человек в год они обучают. Чтобы это продавалось, надо, чтобы стало идеальнее, чем существующее, и все. Надо использовать тренды, которые есть. И последний пример тоже. Есть такая линия еще, открытая при анализе очень большого числа изобретений. Матхэм называется. Легко запоминается. Механика, акустика, тепло, химия, электричество, магнетизм. Матхэм. Рабочий орган рождается всегда, чаще всего, или имеет какой-то прототип в механике. Дальше. Применяется акустика. В широком смысле слова. Акустика — это колебания всякие. Инфразвук, ультразвук, там, что хотите. И вот она заколебалась, да, бритва. На Mac 3 впервые начала шевелиться. Fusion шевелится. Следующие будут, точно будут шевелиться. Потому что есть еще линия динамизации. То, что было неподвижным, должно стать подвижным. Дальше. Тепло. Когда я вот слайдик готовил, думаю, что-то я про тепло ничего не слышал. Пожалуйста, горячая бритва. Есть такая, специально с подогревом. Вот она, суперновинка на российском рынке. Химия. Да надоело мне бриться. Намазался кремом, эпилятором. Все вырвало нафиг. Или как оно там? И никогда больше не вырастет. Но если захочется снова бороду отпустить, уже не получится. Электромеханика. Ну, электрический бритвый все равно. И вот, представляете, я думаю, должно же быть что-то электромагнитное. Ну, это свет, это что-то вот колебания, какие-то радиоволны. Ну, я радиофизик, дипломат. Захожу в интернет, и что вы думаете, я там нахожу? Лазерная эпиляция. Индивидуально, к цвету моей бороды, подбирается длина волны лазера. Волосок запихивается. Волосок служит световодом. Представляете, как красиво, да? И лучом сгорает этот самый, как он? Фоллику. Какая? Волосиная луковица. Она на фе как-то называется, да? Во-во-во, я про это. Все. Понимаете? Вот вам вообще. Ну, как бы, я не знал, что это есть. Я вам честно признаюсь. Можете посмотреть, когда этот слайд сделан. Значит, вот эта конкретная картинка. Я говорю, что это работает в любой области техники. То есть, конкретно с тризом никакой связи. Авторы не тризовцы явно. Они просто нашли новую жилу для себя. Как вы правильно сказали, бабок заработать. Извините, а все для этого работают. И очень немногие ученые взяли дерево. По крайней мере, сейчас. Теперь представьте, вот то, что я показывал вам носители информации, да? Есть какие-то качественные переходы, да? Большая каменюга, поменьше, да? На порядок, на два порядка. Потом еще на порядок, еще на порядок. Вот этот переход макро-микро-нано, за который у нас Чубайс отвечает, значит, на самом деле он конечный, да? Пока в современных рамках физики, да? Вот от большого монолитного какого-то объекта до перехода, ПН-перехода, да? Ну, как во флешках сейчас. И вот этот путь мы знаем. Поэтому мы можем по каждой из этих линий, а их 24, обо всех не буду рассказывать, можем расставить оценки. Где-то 6, там 7 шагов, где-то там 5. Но по каждому шагу я могу поставить оценку. И теперь представьте, вот вы говорите, как и куда двигаться. Все хотят лучше. 24 линии. От нуля до внешней границы 10 баллов. По каждой линии я беру и ставлю оценку конкретному техническому устройству. Здесь конкретно. Синенькое – это пленочный фотоаппарат. Желтенькое, или тут красная линия обведено. Это цифровой фотоаппарат. Площадь под вот этой картинкой – это и есть идеальность системы. В цифре теперь уже. То есть отнесенная к общей площади круга. Вот нам показатель идеальности данной системы. А теперь давайте посмотрим, какова идеальность пленочного фотоаппарата со всеми пленками, проявками, печатанием, фиксажами и прочими. К хранениям в бумажном виде. И цифрового фотоаппарата. Идеальность цифровика намного выше. Ну видно там, ну раза в два. Ну полтора мне не жалко. Не я его делал, не мне с ним и работать. А теперь представьте себя на месте инвестора. Приходит один ученый или там разработчик, изобретатель. И говорит, я придумал вот такую кассету для фотопленки. Многоразовая, никогда не заест. Сама собой заряжается, сама собой разряжается. Сама собой проявляет и так далее. Дай миллион долларов, и мы озолотимся через пять лет. Ну там через три года. Приходит другой изобретатель и говорит, а я пикселю меньшу в два раза. Дай миллион долларов, и через пять лет мы озолотимся. Что сейчас происходит? Кому деньги дают? Но в пленку точно уже не дают, согласитесь. Она все. Она съела свой ресурс. Идеальность пленочного фотопроцесса намного ниже, чем цифрового. Здесь получается цифровой критерий для инвестора, куда деньги вкладывать. И человек, который принимает решение, куда инвестировать, он несет ответственность. Потому что эту оценку могут сделать независимые эксперты. Вам я дам просто номограмму, да, вот, где какую оценку ставить, и вы получите результат. Дам шестиклассник, он сделает тот же результат, ну или близкий получит. А для нас с вами, научных работников, изобретателей, творческих людей, есть еще одна интересная штука вот в этой диаграмме. Видите? Не дотянули до границы. Это изобретательская задача новая, причем совершенно необычная. Надо поднять ритмику системы. Ну, есть такой закон согласования ритмики. А я сам не понимаю, зачем. То есть мне надо лезть туда, разбираться, для чего это надо, или что я получу. То, что выиграть будет 100%, и в деньгах тоже, и в маркетинге тоже. Но эта задача, она наоборот стоит, она как-то изобретательская наоборот. Надо объяснить, зачем это делать. Общими словами, вы правильно заметили, что про идеальность это общие слова. Абсолютно верно. А когда вот конкретная задача, тут надо понять, а чего мы хотим-то? Какими способами это делать? И куча изобретательских задач получается не ниже третьего уровня. То есть хочу, а мне мешает противоречие. В 1994 году я разрабатывал по заказу Департамента соцзащиты программу социальной защиты инвалидов Новосибирской области на основе ТРИС, на основе вот этих подходов. Она работала пять лет. Инвалиды сами, то, что запланировали, сделали за три года. Ну вот такой, немножко он может быть не конкретный пример. Естественно, мы анализировали надсистему. У нас проблема. 105 тысяч инвалидов в Новосибирской области. Не слабо. Значит, вот у них подсистема. Разные виды инвалидности. Понятно, что, например, одноногий человек в футбол играть не будет. Ну, грубо говоря. Или будет плохо играть. Слепой, наверное, не сможет паять какие-то микросхемы и так далее. И возникла задача. Противоречие разрешить надо было. Понять, в чем противоречие. Вот человек лишился ноги. А что хорошего от этого? Вот представляете, какая психологическая инерция. Мы все привыкли, что это плохо. А что от этого хорошо? Когда я спросил директора Новокузнецкого реабилитационного центра, который отрезал к тому времени, в 1994 году, около пяти тысяч конечностей. Хирург. Классный хирург. Он мне ответил при народе матом просто. Да что может быть хорошего? Ты что говоришь, Виссарен? А он опоздал немножко, в видении не слышал, что есть идеальность, что есть противоречие. То есть он попал вот так. Хоп, а что хорошего? Спросил. Ну естественно, ничего хорошего. Я ему потом в кулуарах, я ему объяснил, пришлось лекцию снова прочитать, что такое идеальность, противоречие и так далее. Я говорю, вот вы в своем стереотипе, вы не можете вырваться. Хорошо, у вас пять тысяч историй болезни. Назовите мне, есть какие-то положительные примеры, когда человек, став одноногим, например, поднялся в социальном плане и так далее, и так далее. Он не врубился сначала. Ушел, пошли ночевать, значит, спать. Утром прибегает на завтрак, трясет меня за плечо. Говорит, Виссарион, у меня четыре ампутанта работают эквилибристами в цирке. Представляете? Не футболистами, понятно, а эквилибристами. Потому что он мне объяснил, и мы начали целенаправленно искать. Потому что у одноногого человека просто вестибулярный аппарат начинает гораздо быстрее развиваться, что ли, компенсируя не настоящую конечность. А что у слепых? Все вы знаете. Слепые – это лучшие массажисты в мире. Я попадал под разных массажистов. Слепой парень в Иркутске. Ну, просто супер. Я второго такого не встречал. Хорошо. А глухие? Как вы считаете? Запахи и физиономисты великолепные. Они видят, когда человек врет. Это НЛП-сты прирожденные. Ну, не прирожденные, а кто когда получил инвалид. Понимаете? А кто? А как вот решить проблему даунов? Открытые ребята там вообще. Ну, я очень полюбил всех этих людей. Они во многом выше нас в чем-то. Понимаете? Они больше перенесли, пережили просто. Вот даун – ребенок. Вот аутист, который под стол прячется. Помните «Человек-дождя» фильм с Хоффманом? Аутист. Тризовское решение. Дауна обучать за одной партой с аутистом. Это наши ребята нашли. Это делается в Москве на нескольких уже вот этих спецучреждениях для детей-инвалидов. И получился суперэффект. Один свою любовь дауновскую, да, открытость вот эту, отдает второму. Тот поднимается, перестает бояться и так далее, и так далее. Вот такие конкретные штуки. Кроме того, мы предложили нормальные варианты, как им зарабатывать. Мы настояли и в программу записали, чтобы им хотя бы телефоны всем поставили. В 1994 году это была проблема. Сейчас, пожалуйста, мобильник купил и все, да. А им общение это вообще бывает. Есть лежачие, которые вообще не встают. Есть колясочники, отдельная песня. Короче, мы для каждой группы разработали свои мероприятия. И схему финансирования, и схему социальной реабилитации, и схему как бы физической реабилитации. В 1994 году это было абсолютно неочевидно, во-первых. А соцзащита, почему они пришли к нам? Потому что они только организовались и не знали, что делать-то. Потому что в соцзащиту пришли бывшие партийные деятели, как партия развалилась, ну грубо говоря, да. Значит, пришли и профсоюзные деятели, и какие-нибудь там демобилизованные офицеры. Или тетеньки родня кого-то там. И они вот с такими глазами, с открытыми ретами нас слушали, потому что мы не стали их спрашивать, этих чиновников, что и как делать. Мы пошли по инвалидам. Каждую неделю я встречался с какой-то новой группой инвалидности. Поверьте мне, я три месяца не спал. Просто я не мог уснуть. Потому что я закрою глаза и вижу этого доуненка. Или парня в коляске. Понимаете? Это очень серьезное было испытание, чисто психологическое. Но зато мы в каждой группе узнали конкретно, чего им надо. Хочу, говорят инвалиды. А им мешает. И мы вместе с ними разрешали вот эти противоречия, решали вот эти задачки. Понимаете, да? Поэтому программа прошла. А, дальше. Мы ее сделали за четыре месяца. За четыре месяца четыре человека сделали программу социальной защиты инвалидов Новосибирской области на пять лет. Почему к нам под соцзащиту обратилась? Одна из причин такая. Они обратились в институт гигиены. Есть такой в Москве. Те сказали, два года и столько-то денег. Потому что всех ученых, которые в институт гигиены сидят, заслуженные, доктора, профессора, академики, наверное, их же надо кормить. А тут в десять раз меньше я попросил денег. Или двадцать, я уж не помню. На порядке точно. И мы взяли вот эти конкретные задачи и перед инвалидами же их, как бы, вот саму концепцию рассказали. Собрали 70 человек инвалидов. Вот тех, которые были в группах, которые мы посещали. Которые давали нам свои пожелания. Хочу. А мы разрешали уже с ними или в куларах отдельно, сами эксперты Тризовские разрешали задачи. И получились целый комплекс решений конкретных. Здесь и сейчас. Для этих одно, для этих другое, для этих третье. Так на защиту приехали из этого института гигиены. Доктора, профессора. Я-то откуда знаю. Я думал, они инвалиды. Сидят в аудитории. И два человека из комитета по делам инвалидов при президенте Ельцине. Был такой. Сейчас его не существует при нашем президенте. И вот эти доктора, профессора подошли ко мне после. Говорят, профессорин Григорьевич, а вы нам дайте копию отчета. Я говорю, не. Я работал под заказ соцзащиты. Интеллектуальная собственность. Я ее отдаю. Все, мне деньги заплатили. Вот договаривайтесь с Натальей Николаевной. Там была такая. А там такая наша. Громбаба. Она их послала куда надо. И все. Она повезла в комитет по делам инвалидов. Эта программа легла на стол господину Ельцину. И он дал резолюцию. Во все субъекты федерации. Как основу для разработки региональных программ. Вот это, я считаю, мой самый большой результат в жизни. Я много чего наизобретал. Я больше тысячи человек обучил ТРИЗУ. Они уж там много чего наизобретали. На многие миллиарды. Но вот это, я считаю, как бы в социальном плане. И в плане, как бы, собственного самоуважения, что ли. Ну, не знаю даже слово, какое сказать. Вот такой был результат. Потом, следующую программу, на основе той, разрабатывали уже другие люди. Медики, у которых свой взгляд, не инвалидские, чего им надо. А чего надо с точки зрения медиков, как они считают. А вы спросите, подойдите. Они боятся к ним подходить. Ну, извиняюсь, Портон. Я не сильно увлекся. Сергей Григорьевич, а может быть, задачки для того, чтобы проиллюстрировать? Будут сейчас конкретные, видимо, задачи. Это будет что-то конкретное. Я просто, чтобы была польза от визита сегодняшнего. Вот скажите, про Альтшулера, да? У меня такой вопрос. Вот новизна подхода его вообще к проблеме изобретательства, положим, да? Вот что вы считаете самым главным? Это все-таки парадоксальность мышления человека, да? Исходя из каких-то субъективных личных набора качеств его лично, да? То есть вот он гениальный изобретатель. Он, положим, сделал то, чего не сделали до него никто. Его, вот мы услышали о том, что он взял за какой-то период количество изобретений. Он их классифицировал каким-то образом, да? По какому-то признаку. Хорошо, это оптимальный такой подход. То есть никто не сделал лучше классификацию по каким-то другим признакам и так далее. Дальше что? Вот он, я просто, ну, как бы как рассчитывал, да? На то, что, возможно, будет какая-то методология, или, положим, какой-то алгоритм действий для тех, кто может как-то развивать себе способность изобретать. Вот, не только исходя из общепонятных вещей, да? Положим это какое-то базовое образование, да? То есть набор знаний базового человека. И положим некая, ну, парадоксальность мысли, да? Чтобы сделать то, чего не делали до сих пор. При этом он уже изучил все, что сделано до него, и потом сделал что-то, чего до него никто не сделал. Вот есть некая методология, я так думал, что вот скажут об этом, есть некая методология, когда, не отвлекаясь на потустороннем, можно заняться главным по вот определенной схеме. Это все-таки, вот вы считаете, да, что у вас есть, вот те же люди, да, которые, положим, к вам обратились, ну, там, соцподдержки, да, поставили какую-то задачу. Вы в расчете на свою методологию решаете эти задачи, или на людей, которые вас окружают, и на набор их качеств. Понимаете, да? Вот есть, еще раз. Так, подождите, кто меня окружает, это мои коллеги вы имеете в виду? Да, я вот к чему. Ну, позволяет ли ваша методология какая-то определенная решать эти задачи? Еще раз, может быть, я чего-то не понял. Или это все-таки люди с их набором субъективных личных качеств? Я так отвечу. Когда ребенок рождается, он рождается гениальным. Любой ребенок. Потом, сначала в детском саду, потом в школе, гениальность ему так обрезают. Потому что нужен средний ребенок, которому управлять, которого учить по методикам уже. Подробнее могу чуть-чуть попозже, если все-таки мы об этом. Ключевая фраза ваша, если я правильно понял. Есть ли, на что мы рассчитываем? На методологику, на методологию, на себя или на свое окружение? На свое окружение вы что имеете в виду? То есть на набор качеств ваших коллег? Или эта методика, вот ее любому дай, и он все сделает? Я рассчитываю на методологию Терезовскую, на алгоритмы постановки, правильной постановки задач, правильного решения задач, правильной оценки решения и развития решений. То есть я не просто решаю задачи, а делаю сразу вперед несколько шагов, как с бритвой ребята сделали. Шаг, 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 шаг к ЭКРУ. Это раз. Второе, на что я рассчитываю? Я рассчитываю на задачи дателей. У них информация реальная, конкретная. Я работаю на Северстале 2004 года. Я обучил там 500 человек. Каждый из них сам решил свою задачу. Я без задач просто не беру. Не допускаю к семинару. Понимаете, да? Человек, когда вот он увидит, когда он решит одну свою задачку, вы не представляете, какие это окрыленные ребята становятся. Мартен там, доменная печь, он там с лопатой возится, да? И вдруг, значит, вы как-то вытащили, подняли и показали, что у него крылья есть. То небо голубое. Я не понимаю, в чем новаторство какое-то? Вот анализировать, проанализировать ситуацию сложившуюся можно. И в этом как бы нет новаторства, нет ценности. Вот что вы считаете как бы новаторством? Кроме анализа ситуации. Вот проанализировать, классифицировать, как это должно быть. Ну положим, да? Давайте я вам пример приведу. Давайте. Положим, прогресс не остановить, да? Не остановить. Он будет вне зависимости от вас, от вашей деятельности существовать и так далее. Есть кирпич глиняный обыкновенный. В свое время это был песок, цемент какой-то там, плесканули там на дорогу, до водички там в шлаг, там еще что-то получили, цемент кто-то догадался, посмотрел, твердая стала дорога, добавили как связующая, получили кирпич там и так далее, и так далее. Сейчас стоят, допустим, более сложные задачи, да? Чтобы, положим, этот кирпич был более долговечный, более легкий там, не было каких-нибудь там мостиков, холода, еще чего-нибудь. Какой-то взял умный, решая эту задачу, исходя из понятных вещей, да? Силикатчик, положим. Он сказал, что да, скорее всего, это должны быть, допустим, частицы, поликамерные стеклянные частицы, наполненные воздухом. А связующим тоже должно быть какое-нибудь однородное алюмосиликатное связующее. Это будет идеальный по конструкции кирпич. Но это он так считает, я так не думаю. Определенная конструкционная площадь. Вот мы идем к вашему идеальному, как вы сказали, идеальный конечный продукт, да? Нет. То есть это будет идеальная теплотехника, долговечность, допустим, да? Это будет конструкционная прочность, допустим, нетоксичность, экологичность и так далее, и так далее. Вот вы даете, вот какой следующий шаг? Мы будем ждать, пока кто-то изучит все существующее, все производства кирпичей за всю историю человечества и даст что-то новое. Или мы можем ему сразу дать какую-то методологию, три положим какой-то. И какую задачу, если, как вы говорите, с бритвой, на шаг или на два вперед решать? Вот как сейчас, допустим, вот есть идеальный, вот я вам сказал, кирпич положим идеальный. Мы делаем и то, и другое. Как вот задачу на два порядка вперед решить? Вот вы можете как бы ответить на это? За деньги сделаем. Нет, шутка, конечно, на самом деле. Смотрите, я рассказывал про общий методологический подход, про системный оператор. Это главное, я считаю, в работе научно-исследовательских учреждений и товарищей ученых-доцентов с кандидатами. Потому что если вы не ориентируетесь в этих трендах, вы будете методом проб-ошибки и ошибок работать. Вы будете терять время, тратить свою жизнь, деньги и так далее, понимаете? Здесь же вы увидите, куда это все двигается. Вы про кирпич говорите, но это мнение ваше или какого-то вашего коллеги, он предложил что-то. А давайте формулу поставим в идеальность. А давайте тренд отследим. Вот тогда будет как бы следующий шаг, ну как бы как ЭКР сформулируем, и лесенку к нему будем строить. Это один подход научно-исследовательский. А бывают ситуации, я приезжаю на завод, и мне говорят, срочно надо решить вот такую-то задачу. Человек приходит с задачей. Через четыре дня он сам ее решит. Я обучил пятьсот человек на Северстале. Не решено четыре задачи, честно вам говорю, не решено. Потому что они не поставлены еще. Просто. Просто неизвестно, что происходит. Четыре диссертации будущих. Вот по металловедению. Еще один тут вопрос. Знаете, мне, если вы помните, я филолог по первому своему образованию, и мне смущают слова не очень точные, не очень неодноупотребляемые. Вы много раз говорили правильно поставленные задачи, правильное решение задачи. Я поясню, правильное с чьей точки зрения, почему правильное, от чего правильное, а для кого-то, может быть, неправильное. Может быть, надо как-то по-другому это формулировать, потому что слово правильное здесь не работает, на мой взгляд. Спасибо за замещание. Я отвечу примерно так, наверное. Правильное с точки зрения ТРИС и меня как профессионала, профессионального изобретателя, я могу себя тоже так называть на самом деле, по одной простой причине. И если вы мне подскажете другое слово, я, может быть, соглашусь. Да, ну, значит, смотрите. Смотрите, американский математик Диверт Пойя венгерского происхождения никогда не знал, что в Венгрии бывают математики, так же никак не знал, что в Сербии бывают Теслы. Ну, нет, этот знал, конечно. Так вот он сказал замечательную фразу, где слово правильно стоит. Правильно сформулированная задача на 95% решённая задача. Какое слово здесь ставить, кроме слова правильно? Я... Это цитата просто, во-первых. Понимаете? Грамотно, нет. Ну, грамотно. Это по-русски или по-английски грамотно. Ну, давайте будем считать, что это устоявшееся просто выражение и не будем его обсуждать. Я глубоко согласен с Пойей по одной простой причине. Если мы будем решать правильными методами, хорошими, грамотными методами, неправильно поставленную задачу, то вряд ли мы получим правильный ответ. ИКР — это заведомо, это 100% правильно поставленная задача. Другой вопрос, что ИКР недостижим, как полярная звезда, но он показывает правильное направление. Это раз. И во-вторых, мы строим лесенку человек не может прыгнуть на 5 метров в высоту. Ну, пока нет таких. Ну, в 6-м, может, и прыгают. Да? Но мы можем выстроить лестницу по полметра, по 30 сантиметров. И вот качество Альшулера, про которое вы спрашивали, наверное, это была вот такая дотошность. Ну, судя по всему, у него родители, там, кто-то немец, кто-то еврей, наверное, был. Я не знаю точно. Но вот эта скрупулезность у него была просто колоссальная. И вот он увидел какие-то сначала закономерности вот эти увидел, тренды какие-то. Потом понял, что надо формулировать противоречия. Вот если вы про кирпич меня спрашиваете, скажите, что надо улучшить, и что при этом ухудшается. Там таблица висит. Там 40 вариантов. Выберите свои. Еще один вопрос тут. Да, пожалуйста. А вот скажите, за последние лет 30 что-нибудь новое в ТРИС придумано? А вы знаете последние 30 лет ТРИС? Я в ТРИС... По крайней мере, все таблицы, вот эти книжки, Альшулер, они же в основном написаны, наверное, в 70-х, в 10-х. Значит, то, что книжки написаны лет 15 назад побольше, наверное. Самим Альшулером это явно побольше. В этом году на конференции МатРИС в городе Санкт-Петербурге, в Политехе, продавалось не менее 10 новых книг. Книги-то, понятно, новые, а в них информация принципиально новая? То есть действительно что-то меняется? Это новые разработки. Есть великолепные книги по рекламе. Игорь Викентьев, приемы рекламы и паблик релэшнсенс. Семь изданий уже вышло, около миллиона экземпляров. Назовите мне научную работу другую, миллионным экземпляров. Значит, в интернете, я вот специально там подвесил, вот интернетовские сайты, где можно посмотреть. Первый самый методолог.ру называется. Вот он более-менее. Ну, как бы он для профессионалов сделан. Если вас интересует как бы вводная часть, и вы там много читали, то следующий санкт, Трисленд. Это москвичи делают. Разные таблицы, все это давно уже есть, давно описано. То есть, в книжах в основном переписывают старые методы с новыми примерами, с новыми введениями. Ну, и какие-то, может быть, новые примеры, то есть, развитие чего-то. Ну, если я пишу учебник по механике, и как я без законов Ньютона обойдусь? Вот я спрашиваю, что-нибудь новое придумано? Что-то новое, принципиально, в каком плане? Методологически, педагогически, или в чем? Ну, например, для программирования, ну, или методологически. Есть одна книжка по программированию, те же самые приемы, та же самая идеальность, те же самые ресурсы. Поймите, Трис – это универсальный инструмент, который можно применять к инвалидам или к вашим программам, там, компьютерным, металлургическому производству, неважно, что внутри. Системный оператор нарисуйте, что внутри. Какая разница? Виссарион Григорьевич, я все-таки настоятельно рекомендую хотя бы одну задачу предложить. В конце 1942 года, помните, немцы прорвались очень далеко на территории России, на территории СССР, до Волги, значит, и дошли. И, естественно, что все снабжение армии фронтов, боеприпасами, снаряжением, амбанированием осуществлялось по железной дороге. Ставка Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным приняла решение организовать рельсовую войну. То есть взрывать мосты, переезды, там, всякие вот такие уязвимые объекты и просто рельсы. Понятно, что это не только техническая задача, но и организационная. И часто их вообще на производстве очень трудно разделить. Срочно, за два месяца было обучено несколько сот диверсантов, или, как сказать, разведчиков наших, которые весьма успешно начали вот эту рельсовую войну. Но немцы не такие дураки, которых рисовали и показывали в фильмах военных и послевоенных. На самом деле вот этот бабах они очень быстро научились предотвращать. предотвращать. Я уже говорил, что я собак люблю. У меня мастина неаполитана, а вот немецкая овчарка это вообще очень умная собака, которая после дрессировки две-три недели сто процентов вам будет обнаруживать закладки, мин, тол там, ну, другого и не было практически. И все, что наши делали, собачки стали обнаруживать. Немцы просто перед поездом пускали проводника с собакой. Собака садилась у закладки. Все, разминировалась. Там все очень просто было. Что делать? Так, предлагаю чесноком натереть. Вы в партизанском отряде Ковпака, где жрать почти что нечего, и курят люди листья. Ну, да, перцем можно. А где перец взять? В лесах Белоруссии, в болотах. Сейчас я пока покажу. А вы озвучите, не слышно было правильное направление. Он сказал делать две бомбы. Одно правильное, одно неправильное. Ну, как бы, близко к хорошему ответу. Не, на самом деле, вот если вы посмотрите, прием номер один в той таблице, он называется прием дробления. А вот этот молодой человек предложил небольшие количества закладывать. Кто? Кто? Закладывать небольшие количества. Замечательно. Вот вы уже научились, а говорите, зачем. Вы талантливый человек просто, наверное. Так, без всякого триза и здравого смысла люди научились следующему. Они взяли, одну шашку пожертвовали, натерли ее на терке и маленькие порции порции рассыпали вдоль рельса. Собака, умница, на сто процентов выполняет свой собачий долг. Она подошла, унюхала стружки эти, да? Представляете, они не видны на песке, там, на щебенке, их не видно просто. Проводник подходит, смотрит, нету мины. Ну ладно, ошиблась собачка. Прошли 10 метров, она снова садится. Он начинает нервничать, как любой мужик, да? Он начинает нервничать, потом начинает простыми, я чуть не сказал русскими, немецкими словами объяснять, что она дура, да? Что она неправильно поступает. В конце концов, плюет и идет, говорит, нету здесь ничего, она что-то сегодня не в себе. Какие? А? Ну я не знаю. У нас он называется метод дробления. И вот, а где-то там посередине действительно закладывалась нормальная мина, которая и взрывалась. Партизаны Ковпака, не зная того, использовали два приема. Один очень широко распространенный, макро-микро, прием дробления. Первый прием вообще из всех приемов очень часто применяется. И второй, обратить вред в пользу. В чем вред? В том, что собака унюхивает маленькие даже частички. А мы это и использовали. Один из здешних академиков сказал замечательную фразу мне, когда я его спросил, что такое ТРИС. Он хорошо, глубоко знает ТРИС, математик сам. Ему техника неинтересна, но он просто так, чтобы мозги не заживели. Он сказал, ТРИС это ускоренный здравый смысл. Вот я ответил. Смотрите, сотни тысяч изобретений. На первом шаге сто тысяч. Сейчас более трех миллионов российских, все российские, кроме закрытых, куда не допущают. И иностранные патенты. Во многих странах работают наши люди. В Корее, на Самсунге, 13 человек сидит. Постоянно. Меня туда звали. Я отказался, мне здесь интересней. Вот. И второй, второе определение. А, еще часто спрашивают, какие ограничения. Вот вы сейчас сказали, молодой человек, что ограничено, что вот когда-то было сделано и так далее. Но если трис, это ускоренный здравый смысл, какие ограничения у здравого смысла? Понимаете? Дальше. Тогда какие? Второе определение. Трис, это прикладная диалектика. Про противоречия говорим, про разрешение противоречий, про единство и борьбу противоречий, там С-образные кривые, переход количества в качество, все это есть. Мне просто некогда было бы это рассказать. Но, какие есть ограничения для философии? Философия над науками стоит. Над всеми нами с вами. Если это прикладная философия, то какие ограничения? Только административно, какие-то там, не знаю, экономическо-психологические, какие-то волюнтаристки, субъективные. Есть примеры практически в любой науке применения Трис, реальных решений. Люди или использовали их осознанно, или неосознанно тратили кучу времени. Телескоп изобретен там 200 лет назад, 250 уже, с зеркальной и линзовой. 200 лет прошло, чтобы Максутов изобрел вот этот свой телескоп, зеркально-линзовый, телескоп Максутова, знаменитый, который вобрал положительные черты тех и других, и минусы вычлись. Аберрации там стало меньше, и так далее. 200 лет. А это называется монобиполи. Вот и все. Изобретать можно по правилам. Я хотел вот это в афише написать, что можно изобретать по правилам. Ну, грубо говоря, под заказ. Давайте поблагодарим Виссариона Григорьевича за замечательную лекцию, которая во многом заставляет задуматься. Мы можем договориться на будущие встречи по педагогике, по всяким разным делам, если это вам интересно. Но я думаю, мы с организаторами это решим. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам. Спасибо всем. Продолжение следует...